Древо Познания Добра и Зла. Сколько копий было сломано это понятие. И сегодня даже многие пришедшие на собеседование перед крещением не могут ответить на этот вопрос. Для чего же Бог насадил в раю эти деревья, и древо в частности Познание Добра и Зла? Что давало оно человеку? И почему от него нельзя было вкушать? Вслед за святым Иоанном Златоустом отметим, что древо Познания Добра и Зла оно не было древом некоего знания. Это было совсем иное древо. Спрашивает Иоанн Златоуст, знал ли Адам о зле и о добре до вкушения от древа? Да, знал, отвечает святитель. Ибо, конечно же, это было древо совершеннолетия, которое давало человеку самому решать, что такое добро и что такое зло. Представим себе отношение Бога и человека как отношение отца и сына. когда малыш идет с папой, он во всем уверен. Он чувствует свою силу, потому что он связан с отцом. Он познает мир глазами отца. Но, когда малышу еще совсем мало лет, он не может сам решать, что такое добро и что такое зло. Мы все знаем известное стихотворение «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» Ведь если папа не объяснит, то малыш будет считать, что вот я забрал игрушку, это хорошо, а у меня забрали игрушку, это плохо. Он будет неправильно рассуждать. Поэтому очень важно, чтобы была крепкая рука, которую ребенок может держать и потихонечку приобщаться вот этой отцовской премудрости. Что такое добро и что такое зло подсказывал человеку Господь. Он его глазами смотрел на мир. А это древо давало некую самостоятельность. Как если бы нашему сыну уже не пять лет исполнилось, а исполнилось двадцать пять, когда он уже может идти рядом с отцом, при этом не держа за руку его, но все равно сохраняя с ним связь, потому что он уже на себе несет его образ. Так и Бог с человеком. Он хотел, чтобы человек нес на себе его божественный образ, чтобы он уже стал духовно взрослым в раю. Но мы знаем, что человек не дождался этого духовного взросления и вкусил от древа познание добра и зла преждевременно. Надо вам сказать, что Адам и Ева очень сильно отличались от нас. Они, подобно Богу, покрывались светом, как ризой. И то, что мы сегодня на себя смотрим и не всегда в себе видим божественные черты, это правда. Мы действительно, как лампочка, выключенная из розетки, как существо, лишенное покрова своего, как птица прекрасная, лишенная перьев. Вот какой сегодня человек. Потому что когда-то, по наущению врага нашего спасения, дьявола, мы вырвали свою руку из руки Отца и сами для себя стали решать, что такое хорошо и что такое плохо. И вот сегодня мы сами это решаем. И, как видите, не можем не часто даже свою жизнь устроить, не то, что уж решить какие-то общечеловеческие проблемы. Плохо нам без Отца нашего. А как вернуться к Отцу Небесному? Господь сказал, что я приду на землю, буду рожден от девы, и всякие принявшие меня наследуют жизнь вечную. Путь истины и жизни. Это сказано об Иисусе Христе. Поэтому каждый принявший Иисуса Христа будет спасен и снова вернется в Царство своего Отца. Помогаю вам, Господь, в помощи Божией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok